Виктор Дудукалов, заместитель главы Бердянского районного совета, с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую. Временно оккупированная территория Украины россияне превратили в тоталитарный ад. Об этом написало издание The Economist. Издание ссылается на слова украинского источника, украинского агента. Как россияне сеют страх среди местного населения? Какие репрессии сейчас есть? Не меняется абсолютно подход оккупантов к цивильному населению на оккупированной территории. На самом деле опаснее всего и страшнее всего сегодня в оккупации быть украинцем и себя идентифицировать как украинца. Не так давно оккупанты проводили свой какой-то очередной праздник, который говорил про народности. Якобы в России много живет народности. На самом деле об украинцах никто и не вспомнил. И если человек себя позиционирует как украинец, это значит, что в перспективе он останется без жилья, в перспективе он останется без движимого имущества, без транспорта, без прав управления автомобилем и так далее. И конечно же рано или поздно человек будет определен на подвал, как это говорят местные, где к нему будут применены репрессии, пытки в лучших стандартах, в кавычках, лучших стандартах Второй мировой и концлагерей на территории Германии и Польши. На самом деле репрессии характера такого, что бьют людей током, отрезают пальцы, отбивают конечности и прочее, прочее. То есть насилие происходит жутко, ужасно, и мы сейчас даже не представляем себе все его последствия. Поэтому, к сожалению, и это делают вооруженные представители Российской Федерации, это военные преступления. Поэтому и таких случаев очень много. Ситуация крайне плохая с правами и свободами, которых вообще там нет. Страшные вещи вы, конечно, рассказываете. Давайте далее поговорим о технике и резервах россиян. Была информация, что россияне перебрасывают резервы через Мариуполь в сторону Запорожья. Об этом ранее заявлял советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко. А через Бердянск также везут оккупанты технику и личный состав? Ну, формулировка через, я ее немножко всегда корректирую, потому что Бердянск это город тупиковый, нетранзитный город. И Бердянск это одна из самых удаленных точек от фронта, которая является тылом. И многие колонны техники, ну не только Бердянск, а Бердянский район, да, это тыл врага. И многие колонны техники, которые говорят мариупольцы, они идут как раз в направлении Бердянского района, потом они могут в разные точки расходиться, как уходить севернее или восточнее на фронт Донецкой, в Запорожской области. Так они могут приходить и на территорию Бердянской, Бердянского района. И такое тоже происходит. То есть эта техника курсируя, и личный состав попадают к нам, в том числе в Бердянский район. Потому что у нас есть полигон, у нас оборудовано очень много казарм, блиндажей и прочего-прочего для личного состава. У нас ремонтируется техника оккупанская, стоит техника оккупанская, хранится боекомплект. То есть все, что надо для тыла, тыловое обеспечение на территории Бердянской, Бердянского района. И вот эти резервы, которые сейчас противник собирает, они в том числе аккумулируются вот там у нас в глубоком тылу. Поэтому да, противника стало больше. И тому факт подтверждения и полигон, который активнее намного, и в принципе личного состава, стало больше на улицах и везде, по словам местных жителей в последнее время. А как у них дела с логистикой? Потому что была информация о взорванном железнодорожном мосту, который россияне использовали, чтобы перевозить военные грузы. Ну смотрите, это знаете, когда кактус едят, плачут и едят кактус. Вот приходится россиянам использовать железную дорогу, несмотря на то, что она под огнем. Опять же, та ветка, которая шла в Бердянск, где был взорван мост, это снова-таки она идет в тупик. То есть использовать ее россияне должны, потому что логистика определенно заходит в Бердянск. Ну все-таки ветка тупиковая, нетранзитная, а вот севернее Бердянска, вдоль Азовского моря, проходит ветка, которая сообщает, будем так говорить, края Мелитополя и края Мариуполя, грубо говоря, если так выразиться. Вдоль Азовского моря идет ветка. Вот по ней, по этой ветке регулярно летит, потому что на территории Бердянского района есть Черниговская громада, в которой на протяжении октября, если не ошибаюсь, как минимум два прилета есть, были, вернее, два прилета по цистернам с топливом. И они были уничтожены, они сгорели, ну очень все это было красиво и замечательно. И эту железную дорогу, которая идет, которая проходит мимо Токмака, которая проходит мимо Камыш-Зари, по ней постоянно летит, по ней долетает, и россияне ее не могут не использовать, но по ней постоянно летит. То есть логистика их под огнем, а логистика более тыловая, которая еще ближе к морю, она происходит не по железной дороге, потому что железной дороги там на данный момент нет. Им там еще сложнее приходится. То есть очевидно, что без моста крымского им сложно, но с другой стороны они пытаются задействовать все пути, сообщения, несмотря на то, что они рискуют, ну как бы, кто когда считал россиян или топливо. У них же все, знаете, нарожают еще и добудут, как говорится. Поэтому они за это не парятся абсолютно, за свой личный состав. Что происходит с осенним призывом на временно оккупированных территориях? Как россияне терроризируют и какие методы используют, чтобы забирать украинцев в армию? Ну, призыв, как таковой, касается, как бы, по официальной версии, мужчин от 18 до 30 лет, тут без изменений, и он идет до конца года, 24-го. По сути, призыв это очередной, ну как бы, это просто вот процесс, который им легализует многие другие мероприятия. Например, увеличивает количество проверок по различного рода предприятиям на предмет воинского учета, как у вас дела с воинским учетом, есть ли у вас призывники или нет. Естественно, под этим соусом проверяются все остальные, то есть не только от 18 до 30 возраст, а те, которые могут в перспективе подлежать потенциальной мобилизации. То есть на сегодня, вот у них, получается, на протяжении 24-го года, если брать осенние и весенние призывы, два призыва, то они суммарно занимают примерно полгода. То есть примерно полгода оккупированная территория живет в режиме призыва, в котором у военкомата расширенные полномочия, большее, может быть, количество блокпостов, врученные повестки. Нет вам, вы старше, вы 30 лет, а мы вам, давайте разберемся, сколько вам лет, вы сейчас повесточку, пожалуйста, получите, появитесь и так далее. То есть им надо сейчас максимальное количество людей, они хотят прогнать через медицинские комиссии, через военный учет, и это все скрытая подготовка, потенциальная, повторюсь, мобилизация на оккупированной территории. Просто призыв развязывает им руки, дает им какие-то больше прав и объясняет их деятельность. У нас вроде бы как ничего не происходит, мобилизации нет, есть только призыв, но мы же понимаем прекрасно, что они просто хотят тем самым пересчитать все мужское население, которое, наверное, рано или поздно, не дай бог, подумает о том, чтобы задействовать на этой никому не нужной войне. Захватчики отбирают у жителей временно оккупированных территорий земельные участки. Какой масштаб этого преступления россиян и какие методы они используют, чтобы незаконно забрать то, что им не принадлежит? Масштабы всего, что связано с отжимом или с тем, чтобы формулироваться, как забрать, масштабы всегда катастрофические, то есть тотальные в смысле по объему. Если в этом году буквально оккупанты публиковали список из 500 тысяч земельных участков на территории Бердянского и Бердянского района, которые они якобы хотят инвентаризовать, большой вопрос, как физически инвентаризовать более 500 тысяч, повторюсь, количества, то сейчас они говорят о том, что они будут запускать то ли земельный реестр, то ли земельный кадастр, что-то вроде этого. И так же, как и с квартирами, мол, всех собственников земельных участков надо провести через этот реестр или кадастр, неважно, как мы его назовем, но так или иначе, сейчас они находят опять предлоги для того, чтобы по определенным земельным участкам собственников не нашлось, и они были благополучно отжаты, либо так называемым властям, как это обычно происходит у них, ну и чтобы потом мимо кассы зарабатывались деньги в карманы чиновников, либо в перспективе отдавать фермерам, которые им там кланяются в ноги, либо потенциально, как они всегда там обещают, якобы каким-то приезжим россиянам, хотя этого мало происходит. Но так или иначе, мы понимаем, что земля, которая кормила много людей, просто элементарно, если она даже отдавалась в аренду, сейчас, как и квартиры, находятся под угрозой отжима, и это очень сильно может ударить по благосостоянию населения, которое и так проживает далеко не лучшие времена в оккупации. Но на самом деле перспективы крайне плохие, если оккупанты занялись и говорят, что мы будем интервизировать все и вносить в реестр, то это понятно, что все, что можно отжать, они отожмут 100%. Кстати, а по поводу квартир, сколько оккупантов уже, как они это называют, национализировали, и кому отдают эти украденные у украинцев квартиры? Так сказать, национализировали разным способом, на самом деле, начиная с физически занятых квартир без единого документа, и такое есть, и заканчивая, ну, мало-мальски похожее на какую-то официальную, так называемую, национализацию, что, в принципе, таких процедур было очень мало проведено, потому что оккупанты не могут даже и это организовать, и проблемы с реестрами, проблемы со всем на свете. Но, тем не менее, будем так говорить, количество недвижимости, которое было отжато, счет идет уже на тысячи. Кому отдается, на самом деле, опять же, вопрос открыт. Отдается, как правило, тем, кто больше доказал, что ему надо. Это либо приезжие силовики, ну, приезжие, в смысле, не с Бердянска, которые, допустим, могли быть с Донецкой области, которые теоретически могли быть иногда с Россией вахтовым способом, которые приезжают там работать, либо для иных каких-то командировочных, так называемых. Иногда это чиновники, либо командование, которым просто приглянулся объект недвижимости, и они его, опять же, могут физически занять. Как обещалось, напоминаю, да, как это все обещалось, что якобы так называемая национализация будет два варианта предлагать. Либо продажа с аукциона и доход в местный бюджет, ну, как бы звучало неплохо, но за счет местного населения наполнять бюджет это так себе идея, но звучало хотя бы куда не шло. И второй вариант это якобы отдавать нуждающимся. А пока нуждающиеся, которые приходили за жильем к так называемым властям, и просили у них жилье, которое якобы национализируется, передается, никто из них ничего не получил, нуждающиеся, по-настоящему. Ну, собственно, такие вот стандарты, российские или оккупантские, применяются тем, кому нужнее. У них, как оказалось, у них уже жилья достаточно, и генеральские погоны, возможно, есть, или какие-то статусы иные. Вот, поэтому, ну, бардак, и, к сожалению, опять же, за счет местных жителей, вот эта вся оккупанская власть, вот эта вся верхушка за счет местных жителей, по факту там живет, просто паразитируя на нашей территории, и они же там все признают, что они не навсегда, и никто не относится так, что там будет развитие, и десятилетиями будут жить поколения, однозначно. Просто выжимаются соки, вывозится там техника, все воруется. Посмотрите, Бердянск пустой, вся недвижимость, которая была отжата, она вся раздеребанена, абсолютно все. Ну, ее же нужно как-то обслуживать, да? Мы много раз говорили о ситуации в Бердянске, о том, что там коммунальный коллапс, о том, что ничего не могут починить. А вот сейчас какая ситуация, учитывая, что начался, ну, или должен был начаться отопительный сезон? Начался отопительный сезон, будем честными, да, он начался, он в прошлом году начинался, как бы более-менее причем начинался. Пока сейчас еще тепло держится, еще про отопительный сезон на максимум говорить не приходится, потому что не было того давления, которое, возможно, где-то порвет трубы. Но, если мы говорили про воду, да, что у нас с водой просто, ну, за гранью катастрофы вообще ситуация находится, то в последнее время потихонечку воду начала догонять электроэнергия по негативной статистике. Практически каждый день в определенных районах, улицах, кварталах города Бердянска и сел Бердянского района электроэнергии отсутствуют. Причем, ну, как бы, как ранее заверяли специалисты, ну, я не говорю, нормальные специалисты, украинские специалисты, они говорили, что, в принципе, сети, электрические сети, они более-менее в нормальном состоянии. Они еще проживут долго, и там обслуживать их возможно. Это не канализационные и водопроводные сети, которые действительно там в земле рвутся, и у них чуть другая специфика. Но, тем не менее, даже с электроэнергии начинаются проблемы. Про воду я молчу лишний раз, я не буду напоминать, это просто боль всего города Бердянска. И как будет проходить отопительный сезон, который начался, и под который оккупанты непонятно отремонтировали, а не те узлы, которые надо было ремонтировать перед отопительным сезоном или нет. Что там с аварийными бригадами, с сотрудниками в бригадах вопрос. Что с материалами ремонтными тоже вопрос. И как это все будет происходить в условиях жутчайшего ограничения с электроэнергией, ну, потому что они не могут ей дать ладу элементарно. И с проблемами с перебоями с водой. Будем смотреть, но показателем всего этого так называемого русского мира является то, что в начале отопительного сезона, когда запитали систему отопления, люди начали воду сливать с батареи, потому что у людей воды нет в домах. На некоторых этажах месяцами она не додавливает абсолютно, а в батареях есть. Вот стандарты, которые принесли оккупанты на нашу землю. Ну, это жуть. Что просто стравливают воду с батареей для того, чтобы посуду помыть, смыть, слить или что-то еще. Но, к огромному сожалению, так происходит. И мы понимаем, что перспективы будут только хуже, хуже и хуже. Лучше уже не будет однозначно. Только деоккупация может все исправить и нормальный, здравый подход. Оккупантам все равно. На инфраструктуру, на цивильных. Их интересует только война. Да, действительно много нововведений, удивительных. Вот, например, в Центре национального сопротивления сообщили, что с 1 января в школах на временно оккупированных территориях оккупанты раздадут охранникам оружие и бронежилеты. А для чего? У нас минуты есть еще. Для чего? Абсолютно вопрос. Также для чего вообще в школах охранники? Это непонятно. Для нас стандарт, что у нас такое не применялось на территории. Я не знаю, кого они боятся. Они просто боятся своей собственной тени. Они боятся партизан, они боятся сопротивления, они боятся украинцев. Потому что они понимают, что там украинцы на этой территории. И их там не любят и не ждут. И, возможно, они просто боятся за каждого из себя, из них. Поэтому приходится даже охранников вооружать. Боятся детей украинских. Вот и весь результат. Да, действительно, это очень странно. Но ничего, пусть готовятся. Виктор, благодарим вас, что присоединились к нашему эфиру. Как всегда обстоятельно, Виктор Дудукалов, заместитель главы Бердянского районного совета, был на связи с «Фридомом». Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok